МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мировые СМИ обсуждали, делали свои выводы относительно того, о чем заявляли участники съезда. А наши политологи уже раскладывают первую пятерку федерального списка «Единой России» на ценности, которые мы будем отстаивать в ближайшее время. К примеру, министр обороны Сергей Шойгу за патриотизм отвечает, детский омбудсмен, естественно, за семейные ценности и так далее. Но давайте я не буду на эту тему сейчас рассуждать по-дилетантски. Я экспертного мнения спрошу. Такая возможность у меня сегодня, безусловно, есть, потому что в гостях в программе «Лобби-холл» руководитель фракции «Единая Россия» в законодательном собрании, депутат нашего краевого парламента Юрий Борисович. Юрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, впечатлений, я думаю, что много было после съезда «Единой России» в Москве. И впечатления были разные. В том числе кто-то занимается оценкой перспектив и планов с точки зрения развития страны, кто-то во главу угла выборные перспективы ставит. Ну, вот ваши ощущения. Как все прошло? Как оцените федеральный список «Единой России»? Ну и те цели и задачи, которые на, в том числе, предвыборный период и на последующий период перед партией поставил президент? Ну, во-первых, нужно сказать, что съезд проходил в условиях не очень простых. И, знаете, у нас идеологическая ситуация пока непонятная и усугубляется. Поэтому вообще на съезде «Единой России» это в среднем 2,5 тысячи делегатов. Но сразу было сокращено до 1,5 тысяч. И буквально за день до этого, в связи с тем, что в Москве были дополнительные ограничения введены, еще в половину. Поэтому это было всего что-то 50 депутатов. Вот, достаточно малочисленные. Но, тем не менее, все представители, которым положено быть, они присутствовали. Был президент Российской Федерации, который выступил, ну, наверное, если не с посланием, то с программным документом будущей программы партии «Единая Россия». Оно было очень объемным. Наверное, нужно отметить, что очень конкретным, по совершенно разным направлениям, вплоть до запятых, до определенных действий. Но, по сути дела, это поручение. И президент уступал, ну, я по часам посмотрел, час десять. То есть, фактически, как послание к федеральному собранию. То есть, это говорит о том, что, ну, президент уделяет большое внимание именно «Единая Россия», ее программе, как она пойдет на выборы. И в связи с этим пожеланиями, которые были высказаны как им, так и руководителям нашей партии, Дмитрий Анатольевич Медведев, к чему должен стремиться депутат, какая должна быть программа, что не нужно зацикливаться на старых достижениях. Они сами по себе не работают. Надо добиваться новых признаний населения, вот, и делами своими обеспечивать удачное голосование на будущих выборах. А вот что касается как раз программных установок. Ну, дело в том, что на цитаты в СМИ растаскивали, естественно, задачи президента, которые касались выделения больших средств на дороги, на здравоохранение, на поддержку семьи. Вот можно ли говорить о том, что инфраструктура, семейные ценности – это как раз вот то, что партия во главу угла в будущей своей программе будет ставить? Программа социальная, это было, значит, понятно, ну, с первоначальных сров. То есть в основу это семья, ее благополучие, увеличение доходов семьи, тем более семьи многодетной. Общий посыл, что следующий ребенок не должен содержаться за счет предыдущих. Наоборот, добавлять инвестиции в семью, надо будет это выдерживать. Ну, и в связи с этим ряд конкретных новаций до освобождения от налога на продаж. Если семья, допустим, захочет поменять квартиру на больше, как говорит президент, небольшое действие, но тем не менее оно конкретное. Так и в лечении пособий, сейчас уже от восьми лет ребенка и так далее. Ну, всего пересказывать не буду. Экструктурные моменты очень большие, тем более внимание на регионы, уже как бы не федеральные трассы, а как бы которые местные. Надо заниматься восстановлением. То есть у нас все равно нормативное состояние – это порядка 60% дорог, а где остальные – 40%. Надо этим заниматься. Школы, причем как строительство новых, так и ремонт уже существующих, этому тоже внимания сейчас, в принципе, не уделяется, потому что у нас как бы, ну, есть и на территории Репевского края объекты, которые являются не такими свежими и не такие по нормативам, надо приводить их в соответствующий вид, чтобы можно было, значит, детям там заниматься. Ну, масса моментов, час десять я не могу пересказать. Вот, кстати, про дороги хотел заметить. В минувшие выходные на дачу ездил, по дороге на дачу потерял, значит, один колпачок со ступицей колеса, на обратном пути потерял второй. Все на кочках оставил, так что да. Мне нравится посыл президента, что дороги у нас должны быть хорошие, 40% дорог довести все-таки до нормативного состояния. А вот что касается ситуации в здравоохранении. Опять же, не знаю, насколько объективно это мнение о том, что каждый из пятерки федерального списка отвечает за свою цель, патриотизм, защита семьи и детства. Денис Проценко вошел в том числе в этот список, главврач больницы на коммунарке. По сути, тот человек, который лицом борьбы с коронавирусом весь минувший год являлся. Вот то, что сейчас происходит, это многих волнует. Поэтому немножко хотелось в сторону уйти от обсуждения съезда партии «Единая Россия». Как, по-вашему, те там 10 с лишним процентов, которые на сегодняшний день, насколько я помню, есть привитых по стране, это, конечно, мало. Что нужно для того, чтобы, например, в Пермском крае довести эту цифру до 60% привитых? С чем связано то, что граждане не очень активно хотят прививаться, по-вашему? Ну, я все-таки начну со съезда. На самом деле, нынче другой подход по лидерству партии. То есть у нас до сих пор возглавлял один человек, либо Дмитрий Анатольевич, либо президент партии. Сейчас концепция меняется. И, как сказал президент, СССР нужны лидеры, которые признаны, и те, которые являются лидерами общественного мнения на настоящий момент. И, конечно, тема ковида есть, и в этой связи низпроценка объективно отражает. Это время, в котором мы живем, да, и в том числе и подсказывает, как ситуацию нужно себя вести и жить. Что касается прививки, ну, видите, пока все же думали, что, ну, пока не меряя, что все уже как бы заканчивается, поэтому все было такое в лайт-режиме. Кто хочет, прививается, кто не хочет, прививается. Но если мы имеем новый штамп и новые вызовы, то объективно я считаю, что другого пути, как прививаться, у нас как бы нет. Ну, я сам привился достаточно давно, а вот голова не болит. Понятно, что что-то там не высказанное, нельзя оценить последствия после прививки, но нельзя оценить последствия после, как ты сам переболеешь. И здесь каждый сам определяет, но с точки зрения общества, да, и надо об этом думать, то прививаться нужно в любом случае. Ну, опять же, вот история из жизни. Хороший друг у меня заболел ковидом, не так давно созванивались, и первое, что он мне сказал, когда взял трубку, слушай, старик, рекомендую обязательно привиться, потому что по-разному люди переносят, но некоторые очень тяжело, вот он в частности. Поэтому задумайтесь об этом. А что касается обновления партии, о котором мы с вами тоже говорили, в рамках съезда, несмотря на ограниченный, более ограниченный состав участников, чем планировалось изначально, даже визуально, много ли новых лиц, много ли тех, кого, может быть, вы не ожидали увидеть на съезде партии. Происходит ли это обновление, меняется ли Единая Россия? Есть ли вот эти вот новые молодые лидеры новой России? Мне сложно сказать за Российскую Федерацию, я анализ не проводил, но за Пьемский край могу сказать, что да, вот это обновление, которое 50%, да, оно объективно есть. То есть как это будет на выборах, это, ну, непонятно, надо выборы пройти, но с точки зрения партии, которой выдвигаются кандидаты, вот по федеральному списку в Государственную Думу и по одномодатным округам, ну, в Пьемском крае вот один к одному 50%. Если брать одномодатные округа, у нас четыре депутата на Пьемский край, две новых фамилии. Если брать федеральный список, то наряду с такими монстрами политики, как Сапко, Игорь Вячеславович, да, у нас совершенно две новых фамилии, да. Причем Армен Беженят, как бы, который, ну, вот, так сказать, вообще, как бы, никакого отношения к Единой России не имеет, но, тем не менее, на параметре заявился, да, и он третий по списку. Ну, если не считать Дмитрия Николаевича Махонина, который вряд ли будет депутатом Государственной Думы, но список возглавляет, да, то у него третья позиция. Ну, как сложатся выборы, если не, так сказать, Единой России удачно их войдет, он проходной и будущий депутат. А вот что касается как раз того, как сложатся выборы, насколько конкурентными они, по-вашему, будут, насколько жесткая будет борьба? Ну, понимаете, значит, позиция Единой России не такая однозначная, не в плане общественного признания, а в плане вообще позиции. То есть вот состоялся съезд, значит, который определил депутатов Государственной Думы, будет сейчас конференция региональная, определит кандидатов в городскую Думы, заказательное собрание, и это все станет известно. Это все станет известно за два месяца до выборов, то есть выбор у нас здесь 16 июля, я так понимаю, примерно будет объявленный, да. То есть вот есть, условно говоря, большой срок другим партиям определиться, потому что основные силы все будут в Единой России расставлены, понятно кто где, в каком округе, сиди, выбирай, ищи слабые места и создавай конкуренцию. То есть вся конкуренция после 26 июня, после конференции Единой России региональной, значит, будет зависеть от других партий. Когда мы говорим о конкуренции на выборах, на мой взгляд, многие у нас в стране голосуют, что называется, сердцем, а хотелось бы, чтобы голосовали в том числе и головой. Ну, то есть, условно говоря, вот у нас заканчивается сейчас работа очередного созыва законодательного собрания, неплохо было бы, чтобы граждане оценили, как поработали депутаты, и уже исходя из этого приняли свое решение, действительно, продолжать доверять Единой России, у которой большинство в региональном парламенте, или, может быть, отдать свои голоса какой-то другой партии. Вот вы как бы оценили работу фракции в законодательном собрании в этом созыве? Я бы еще сказал сейчас насчет выборов. В чем проблема Единой России, мы не можем обещать то, что мы не сделаем. Если другие партии-кандидаты могут пообещать все, что хочешь, и если это ничего не будет, то у нас такой возможности нет точно. С одной стороны, не надо избирателей обманывать, о чем, кстати, и президент говорил, не обещайте то, что не можете делать. С другой стороны, когда ты обещаешь конкретные вещи, кто-то обещает золотые горы, но... Какая-то конкуренция не очень равная получается. Но в этом есть сила, и есть, конечно, с точки зрения именно выборных технологий. Все равно это выборы, это определенная борьба, которой надо достичь определенного успеха, используя все инструменты, которые есть над ним. У нас инструментов меньше, вот надо понимать. Что касается итогов работы фракции Единая Россия, ну, лично я как руководитель доволен. Значит, у нас были непростые времена. Надо сказать, что, к сожалению, была частая смена руководства в Пемском крае, то есть это три губернатора. И это не просто смена лидера, но это и как производная смена команды. И это смена отношений за конец собрания. То есть все... Все с нуля надо начинать. Все с нуля и три раза. Причем три раза в стиле управления. Ну, я бы так, по моей шкале, это административный, авторитарный, ну и сейчас командный. Они все имеют место быть, исходя из тех задач, которые ставит руководитель. Но все очень специфичные. Очень специфичные. Ну, мне ближе к существующей командной. Он, конечно, может быть, в тактике в чем-то проигрывает, но все-таки в перспективе управлять таким регионом, как Пирогский край, одному человеку не под силом. Это может быть только на короткой дистанции. А если стратегии выстраивать развитие, то это определенно усилие очень многих людей. Поэтому, ну, дай бог, что у Дмитрия Николаевича как бы все сложится. Когда мы говорим с вами о ковиде и о цели привить 60%, я так понимаю, это ближайшая цифра, к которой мы стремимся, тут вроде как все понятно. А вот какие цели перед собой на выборы ставит Единая Россия? Есть ли у Единой России в Пермском крае какие-то четкие ориентиры? Если наберем меньше, будет плохо. Если наберем какую-то цифру, то будет уже хорошо, уже неплохо. Какие цели на выборы ставит перед собой Единая Россия в Пермском крае в этом году, в этом сентябре? Сейчас в фракции Единая Россия в законодательном собрании 43 депутата. То есть это абсолютное большинство. Для принятия законного проекта нужно 31 голос. По тяжелым случаям, как и изменение Конституции, для нас Конституция устав Пермского края, значит, 2-3 голосов. То есть 40 депутатов. То есть, по сути, Единая Россия может, так сказать, не заручившись поддержку других фракций, менять устав. Но на самом деле это не происходит. Мы находимся в тесном контакте с другими фракциями. И надо сказать, что этот созыв у нас прошел без определенных таких эксцессов, в которых встречались. Все все понимают. И с честью, так сказать, других фракций мы работаем совместно на поддержку Кремского края, что очень приятно. Я считаю, что если ставить цели, это как минимум повторить результат прошлых выборов. Потому что все равно Единая Россия, значит, это есть некий стабилизирующий фактор. Мы работаем в поддержку правительства Пермского края. Это наша стратегия, наша цель. Мы их поддерживаем. Но поддерживают, а не значит, что мы их покрываем. То есть у нас тоже есть контрольное мероприятие и критика. И если уходить недавнее от прошлого, то, вы знаете, Единая Россия в фракции занимала и достаточно принципиальные позиции по отношению к политике правительства, когда мы считали, что это немножко не в ту сторону идет. Но сейчас это, слава богу, не намечается. Хочется сказать, что все-таки вот эти перетурбации, значит, три раза смена губернатора, да, но я не знаю, что было бы, если бы не было Единая Россия. Каждая смена, она очень болезненная. Это все по-новой, разные люди, разные подходы. Поэтому я считаю, для развития Пермского края нужно иметь совместную стратегию депутатского корпуса и исполнительной власти, губернатора Пермского края. А достичь это самый лучший способ, это голосовать за Единую Россию. Когда мы говорим о стабильности, которую олицетворяет Единая Россия, насколько возникает у меня вопрос, каждый из членов фракции свободен в принятии тех или иных решений? Если, допустим, с каким-то решением фракции депутат не согласен, может ли он высказаться, начнем с этого, и проголосовать так, как ему хочется? Или партийная дисциплина все-таки во главе угла? Ну, депутат от Единой России, такой же депутат, вот, осмотрительная единица, которая может носить инициативы, расставить свои интересы. Что касается фракции, фракция имеет одну цель, как фракция Единой России, как любая другая фракция, это достичь консолидированного голосования по какому-то вопросу. И на своих заседаниях мы рассматриваем основные вопросы повестки дня. Мы организация политическая, ну, просто по определению, не может быть неполитической организации, созданной политической партией. Поэтому самые тяжелые вопросы мы рассматриваем, и даже у нас есть режим закрытого обсуждения, именно обсуждения. То есть мы всегда говорим, то, что мы решаем, мы объявляем, но само обсуждение мы, бывает, скрываем. Потому что были случаи, что рядом сидят люди уже с айфонами, и в контексте обсуждения депутата можно всегда вырвать какую-то фразу, что у нас еще идет обсуждение, уже в интернете все уже там, значит, описано. Поэтому даже мы закрываемся, и вот здесь на обсуждение любое мнение. А там уже, если принято консолидированное голосование, то уже есть партийная дисциплина, и как бы тебе ни нравилось, но ты свое решение на фракции не отстоял, и, соответственно, на закатном собрании должен же этому подчиниться. Юрий Львович, ну, не знаю, мне кажется, другим политическим силам в преддверии сентябрьских выборов пожелание удачи, оно все-таки нужнее и важнее, чем Единой России, но все-таки Единой России в вашем лице, в Пермском крае. Желаю удачи на сентябрьских выборах. Вас благодарю за то, что сегодня вы были у нас в гостях. Благодарю за интересный ответ на вопросы. Будем рады видеть вас снова. Спасибо. Вы смотрели «Лобби-холл» на Вете-24. Сегодня у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции Единой России в Краевом парламенте Юрий Борисовец. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи на Вете-24. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»